Так, хочу вам рассказать о новости, которую я прочитал еще в октябре прошлого года, но она до сих пор актуальная. В октябре у меня еще не было YouTube-канала, поэтому я сейчас вам про нее рассказываю. Новость заключается в том, что ноутбуки от Lenovo последних версий, там X1 Carbon, Yoga, 480 P1, Extreme, они все могут работать под Linux медленнее, чем под Windows. И это из-за того, что в старых версиях BIOS кто-то почему-то поставил ограничение на температуру процессора в 75 градусов. И ноутбук, достигая этой температуры, начинает жестко троттлить, и поэтому он работает гораздо слабее, чем мог бы. Например, в Windows это ограничение, по-моему, 97 градусов, и ноутбуки, естественно, легко вывозят, ну, справляются с тем, чтобы охладить 97 градусов. Поэтому рекомендуется, естественно, обновить BIOS до последней версии. У меня эта проблема, кстати, была и в X1 пятого поколения, и в X1 шестого поколения. Они все идут с завода почему-то не с последней версии BIOS, поэтому в любом случае смотрите, чтобы, ну, в любом случае обновляйте BIOS. И это касается даже не только ноутбуков Lenovo, а вообще любых ноутбуков, потому что обновление BIOS содержит важные обновления, которые позволяют вашим там железкам работать лучше. Поэтому в Linux, например, можно обновить это легко командой fwupd, по крайней мере в Arch, так называется, пакет. Я, кстати, эту статью читал еще в октябре, но не смог сейчас быстренько найти ее. Если у кого-то есть эта статья, вы можете в комментах написать, я ее прикреплю в описании к ролику. Но эту статью я хоть и не сохранил, но зато я записал решение себе в базу знаний. И это, кстати, важная тема, вот сама база знаний. Если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, то старайтесь всегда решение куда-то записывать себе. И старайтесь правильно организовать себе базу знаний, чтобы вы всегда могли что-то вернуться к тому, как вы решали какую-то там проблему, которая у вас возникала. Так, как я уже сказал, что можно это сделать с помощью команды fwupdate, то есть свою статью с базы данных я тоже прикреплю к описанию к видеоролику. Также, если вы не можете по какой-то причине обновить BIOS, есть пакет, который называется Lenovo Throttling Fix. Он есть на GitHub, вы можете его оттуда поставить, либо он есть в Aure. И вы также можете поставить его оттуда и включить просто это как сервис. Так что просто рекомендую проверить, последнее ли у вас обновление BIOS, и если не последнее, то обязательно обновитесь. Ну и также можете с помощью программки Sysbench просто проверить, нормально ли у вас все с процессором, когда он уходит в Throttling Class.